привет всем сегодня еду снимать третью часть фильма про свердловский конструктивизм сегодня обещал прошлой серии что будет объект на урал маши но нормаш сегодня не поедем поедем просто по городу снимать объекты социально-культурного назначения это в основном фабрики кухни клубы подписывайтесь на канал переходите по ссылкам в описании еще раз привет я на улице свердлова недалеко от железнодорожного вокзала центрального ну единственно в Екатеринбурге сейчас пойдем гулять первый у нас объект это будет клуб железнодорожников и дальше приятного посмотра еще раз напомню подписывайтесь приходите по ссылкам клуб работников из завода металлист вот создание 1928 1941 клуб запроектировал 1928 году строительство началось 30-х и продолжалось до 41 настоящее время находится на закрытой территории завода урал кабель так является одним из его цехов клуб дорп профсожи ныне дк железнодорожников в 1929 1933 годах совместно с архитектором потаповым бобыкин создал свою последнюю практически завершенную работу клуб дорп профсожа пермской железной дороге ныне дворец культуры железнодорожников имени андреева в свердловске тогда в городе было начато строительство нескольких клубных зданий для строителей работников просвещения и других они создавались в духе конструктивизма с резким функциональным разделением клубных и зрелищных частей клуб стал завершением тех коммуникационных поисковиков какие вел автор в предыдущие годы клубная часть расположилась поблизости от перекрестка улиц свердлова черюскинцев внешний клуб своего расширения в 33 38 годах отличался изящной простотой облика после 1933 года зрелищная часть здания подверглась перестройки но сейчас здесь заметна архитектурная логика размещения больших пространств признак почерка солидного архитектора улица свердлова можно сказать самая главная улица екатеринбурга который видят все приезжающие железнодорожным транспортом потому как она берет свое начало от дорожного вокзала вот он там за арке с названием кабинат чайка скрывается здание в бане сейчас но еле различимо так как претерпела значительную реконструкцию и незаметно под внешними перестройками одна из первых и самых крупных фабрик кухонь советском союзе построена по проекту парамонова и грекова ее производительность составляла 10 тысяч обедов три тысячи из них предназначалась для просторной столовой устроенной на втором этаже остальные развозились в тех термосах или виде полуфабрикатов по другим столовым ныне здесь располагается хлебокомбинат с маг водно-лыжная станция динамо как она изначально называлась построена в 1934 году по проекту архитектора вениамина соколова который также участвовал в проектировании городка чекистов и первого дома советов совместно с антоновым при проектировании клуба динамо соколов стремился отойти от сложившихся стереотипов архитектурной композиции спортивных клубов тогда было время поиска новых и архитектурных форм перед главным зданием устроили гарнитный спуск к воде рядом располагалась водная станция с площадками для соревнований по прыжкам в воду бассейнами и детскими купальнями на другом берегу пруда были зрительские трибуны здание состоит из двух разноэтажных объемов соединенных закрытым наземным переходом полукруглом крыле размещалась администрация клуба раздевалки гостиница и лекционный зал трехэтажном корпусе хранилище инвентаря комнаты массажистов медпункт душевые малогимнастический зал двухэтажный корпус полностью занимал большой спортзал в подвале размещался стрелковый тир южный трехэтажный корпус полукруглым объемом на торце треугольный эркер лестничной клетки напоминает нос корабля полконы похожи на спасательные шлюпки большие лоджии солярий на палубы обзорная площадка наверху на капитанский мостик раньше наверху были еще длинные антенны мачты многочисленные перепланировки и неконтролируемые реставрации перевели к тому что на каждом этаже установлены оконные рамы разного цвета и форму сонцем дверь озарет и краю ветер шелком на лёд когда поём мы как постигный солнце как нас отстекает здесь кардион а 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 artist а а а а Клуб профсоюза мукойбольной промышленности Перестроенный в 1926 году двухэтажный особняк Позже в здании находился клуб союза пищевиков После войны здание было реконструировано в неклассическом стиле По проекту Домбовского и получило название Дворца культуры Доба офицеров Центрального военного округа Построен в Свердловске в 1932-1941 годах Архитектор Емельянов Строительство здания было начало в 1932 году По заказу профсоюза работников просвещения под клуб В 1937 году клуб в недостроенном виде был передан Уральскому военному округу После чего строительство было продолжено по новому проекту Уже как Дом Красной Армии Здание представляет собой каменное сооружение с башней И является официозным вариантом архитектуры советской неоклассики Относится к типологическому кругу построек Культурно-заведочных, административных и учебных Возмодимых для структур и организаций РКК в 1930-е годы В архитектуре здания использованы крупномасштабные ордерные композиции Венчающие элементы башни, шпили, геральдическая эмблематика В скульптурной отделке Дом промышленности и торговли В 1927 году объявлен закрытый конкурс на строительство дома промышленности Который должен собрать себя руководство всех главных промышленных предприятий Уральской области По строительству дома выделили участок в два квартала В границах улиц Мамина Сибиряка, Малыша, Волончарского и Ленина Облсоветом в 1928 году было принято решение о строительстве дома промышленности В этом же году проводился закрытый конкурс Объемно-пространственная композиция дома промышленности Задуманная в стиле конструктивизма строилась с контрастом Сочетание семиэтажного объема, расположенного по периметру квартала И отдельно стоящего высотного объема Комплекс был ориентирован главным входом на площадь Парижской коммуны Дом промышленности должен был сформировать архитектурный центр города И дать масштаб для строительства нового Свердловска Здание гостиницы построено в начале 1930-х годов По проекту средовских архитекторов Смирнова и Захарова По проекту на противоположной стороне площади Парижской коммуны Должно было быть аналогичное здание Сквер перед гостиницей разбит в середине 30-х годов По проекту архитектора Домбовского Гостиница построена в стилистике конструктивизма Как и многие другие здания Екатеринбурга тех лет В начале 40-х годов по проекту Рейшера Фасад гостиницы переделали согласно пришедшей на смену конструктивизму наук классики Добавили лепные балерьефы, вазоны, скульптуры Самая большая школа Свердловска первой половины 1930-х годов Школу, фабрично-заводскую семилетку на территории Сенной, ныне Первомайской площади Начали строить в 1929 году На первом этаже разместились раздевалки, умывальни, столовая с мойкой, кухня, помещения для хранения посуды, сушилки, мастерские, кабинет врача и комната швейцара На углу находился центральный вход с вестибюлем На других этажах были классы При школе была и своя котельная Занятия начались в ноябре 1930 года С первого дня работы школа стала политехнической школой и была прикреплена к заводу имени Воровского, Уральского пролетарию и сказкой фабрики Здание парт-школы Год постройки 1928 Здание состоит из трех объемов Пятиэтажного с учебными аудиториями Трехэтажного центрального со зрительной частью И четырехэтажного административного бытового корпуса В начале 30-х годов здесь размещался Уральский строительный институт Позднее здание передано под партийную школу Изначально больница была построена как госпиталь НКВД К слову, недалеко от нее располагался квартал, построенный в 30-е годы для работников прокуратуры и прочих силовиков того времени Здание больницы построено в 1932 году по проекту архитекторов Голубева, Югова, Жеманова В архитектурном облике органично сочетаются черты авангарда и неоклассики В 1939 году больницу перевели в гражданский режим А в 1943 году она стала центральной клинической больницей В 1959 году произошло объединение с поликлинической службой, которая была признана школой передового опыта В 1973 году переименована в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи С этого времени все подразделения и службы перейдены на круглосуточное оказание экстренной медицинской помощи В настоящее время больница находится в полуразрушенном состоянии Решение о ее сносе или реконструкции не принято до сих пор Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В начале 1930-х годов для руководства геодезическими работами проводившимися в регионе в центре Уральской области было создано геодезическое управление Участок подразделения был отведен на углу Сибирского проспекта, ныне улица Куйбышева и улицы Вайнера В 1927 году было построено одно кирпичное здание гаража В начале 1930-х годов к его северному фасаду пристроен новый объем Выполнен по аналогии с первым В 1925 году в Екатеринбурге решили открыть автобусное движение Для города было приобретено 12 автомобилей марки Ford сместимостью 12 пассажиров Автобусное движение было поручено осуществлять предприятию автодвижения Ну вот и все на сегодня Я показал вам все, что планировал Спасибо, что были со мной Подписывайтесь на мой канал по ссылкам А также традиционный трек на весь маршрут и на все точки будет в описании по ссылке Спасибо Еще увидимся Обязательно будет продолжение Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok